Вы копаете чужих в мозгах, чтобы люди думали, как вам надо. Тише, Дэвид. Кто вы, черт возьми, такие? Мы тем, кто смотрит, чтобы все следовало плану. Чье дозволение, кто его вам дает? Верховный. Верховный? Это лишь слово, что мы используем. У вас много других имен. Александр Виш, Личность, книга первая. Душа на завтрак или неприятности приходят по пятницам. Глава вторая. История с чистого листа. Если сейчас посмотреть на Солнечную систему в целом, со стороны, то можно увидеть и понять, что она молчалива и практически безжизненна. Лишь только с орбиты Земля идут слабые сигналы о том, что там кто-то есть. Но так было не всегда. Когда-то пространство вашей планетной системы было достаточно хорошо освоено и буквально бурлило жизнью. Было несколько обитаемых планет и спутников. Земля не являлась центром вашей цивилизации. Она и вовсе не входила в нее. Немного подожди, я расскажу тебе об этом. Центром была другая планета, которая одна из первых пострадала от того, чему в основном и будет посвящен мой рассказ. Не буду подробно вдаваться в предысторию, где есть ответы на очень многие вопросы, задаваемые вами. В настоящий момент все иначе и уже очень давно вы одиноки и не только в Солнечной системе. Но все же о вас не забыли. Все это время вы находитесь под неусыпным наблюдением. И для этого, поверь, есть очень серьезные основания. Но начну по порядку, чтобы ты не запутался. Для Земли, как и для любой другой обитаемой планеты, существует свой сценарий, программируемый, движущийся по спирали, постоянно развивающийся и обновляющийся, план жизни всех живущих на планете, где все роли и события расписаны, с разными вариациями, но с очень четким общим путем развития. У вас нет свободы воли, Дэвид. У вас только иллюзия свободы воли. Я должен в это поверить, принимая решение ежеминутно? Вы вольны выбирать лишь вкус зубной пасты или марку вина. Многие из тех, кто вас интересуется различными эзотерическими направлениями, называют сценарий информационным полем. Но немного путают, смешивая его с закрытой частью конструкции вашего существования. О ней и позже. После событий, о которых пойдет сейчас речь, вы оказались в ловушке. И сценарий жизни на Земле, в отличие от сценариев обитаемых планет других звездных систем, более не развивается по спирали, а зацикленный повторяется по кругу. И каждый такой цикл, заканчиваясь глобальным природным катаклизмом, снова начинается с первобытного уровня. И таких повторов, с неизменными катастрофическими событиями в конце, Земля перенесла уже несколько раз. Теперь расскажу о том, что является главной причиной того, почему это происходит. Из чего началась ваша, такая непростая, наполненная драматизмом жизнь. Конструкция вашей планетной системы была идеальна и не вызывала беспокойства. Правильный обмен энергий, полная гармония. И все шло согласно задуманному сущим. Как вдруг, в какой-то момент, начали происходить изменения негативного направления. События катастрофического характера, космического масштаба. Произошел сбой программы, сбой сценария, и ваша планета, как и вся Солнечная система, оказалась во власти вируса, необычного, сложного для понимания. Совсем не то, что вы представляете, когда слышите о вирусах. Это был вирус изменения сознания, искривление сознания, искривление пространства, энергетических потоков, вирус поглощения духовной энергии. Но, повторю, ничего общего с тем, что вы вкладываете в понятие вирус, данное явление не имеет. Не очеловечивай. Почему машина накрыта? Я просто... Не хотел, чтобы ему было холодно. Или стыдно. Хотел пощадить его скромность. Так ведь? Ему не холодно. И не стыдно. Он ничего не чувствует. Кроме того, что в него заложено. Запомни, это результат программного сбоя. Схожа только сама схема действия. Но осознать это тебе сейчас будет очень сложно. Поэтому для лучшего и упрощенного восприятия человеческим мозгом, я и употребил именно понятие вирус. Так, пока тебе будет легче понимать. Забегая вперед, скажу, что это никак не связано с описанием потустороннего мира и не имеет к этому никакого отношения. Мой рассказ совершенно о другом. О первоисточнике энергии. Об устройстве механизма жизни. О корне, откуда все начинается. А не о параллельных мирах. Загробных мирах. Их устройстве. Укладе. И тому подобное. В процессе нашего общения ты постепенно будешь раскрывать информацию все глубже и глубже. И оказавшись на самом глубоком уровне понимания, ты уже будешь знать точно, что это за процессы. Как все устроено. И очеловечивание прекратится. Ты увидишь реальную и полную картину происходящего. Но вернемся к теме. Как я уже сказал, в какой-то момент произошел программный сбой. Начался поистине настоящий ужас. Примерно то, что вы представляете под понятием «звездные войны». А также то, что послужило основой тем сказкам и легендам, которые есть в некоторых ваших религиях. В том числе, в рассказах об огнедышащих драконах и летающих огненных колесницах. Не помогли спастись от катаклизма и доступные вам на тот момент технологии. Результат программного сбоя вверх в хаос вашу цивилизацию. И не только вашу. Произошла глобальная катастрофа и весь этот хаос, продолжавшийся несколько сотен лет, привел к тому, что в конце концов все погрузилось во мглу и сон. И постепенно единственным местом, пригодным для жизни в пределах Солнечной системы, оказалась только Земля. И сейчас ваша система планет похожа на организм, жизненные силы которого на исходе. По разным причинам как-то повлиять на весь этот процесс, на все эти трагические события было невозможно. Практически сразу после того, как стал понятен источник происходящего, Солнечная система, а с ней и Земля, были отключены от механизма воплощения духовного, душ, в трехмерное пространство. Были заблокированы все ваши взаимосвязи с другими цивилизациями. Все это было сделано в целях предотвращения распространения вируса на остальную конструкцию. И для того, чтобы уже никто не смог попасть на Землю, проявляясь в трехмерном. Далее оставалось только одно. Наблюдать. После того, как все стикло, и кошмар закончился, все в Солнечной системе оказалось не на своих местах, включая Луну, которую прикатили позже. Прикатили? Луну? Да, Луна искусственный спутник, и она не всегда украшала земное небо. И появилась на нем относительно недавно, во время одного из стыков ваших циклов. Повторений вашей истории. Это позволило сохранить баланс. Позднее расскажу, о каком балансе идет речь. Но ее присутствие все же повлияло на ряд условий жизни на вашей планете. Привело к изменению времени вращения Земли вокруг Солнца. Луна – это прекрасная возможность наблюдать за тем, что происходит на Земле. Но это уже совсем другое наблюдение, и к нам оно не имеет никакого отношения. Вращение Луны вокруг Земли неестественное. Думаешь, почему она всегда повернута к вам одной стороной? Такое вращение позволяет наблюдателям быть незаметными, находясь на ее обратной стороне. Темная сторона Луны. Все происходящее на ней вам невидимо и неведомо. И не будет разгадано, как бы вы ни старались и какими бы средствами не обладали. Вы периодически делаете попытки побывать на Луне, но всегда резко сворачиваете все планы на этот счет. Почему? Расскажу позднее, а пока продолжу. С появлением вируса, с вами и вашими условиями жизни произошли глобальные изменения. Прежде всего, заражение повлияло на вас. Изменив вас и ваше сознание, а уже вашими руками под воздействием вируса были изменены и условия вашего существования. В результате присутствия вируса был искривлен и зациклен ваш сценарий. Заражена практически вся конструкция жизнедеятельности планеты. Появился тонкий мир. Появился? Разве это не обязательная часть общей конструкции? Нет. Поэтому раньше, умирая, покидая тело, вы практически сразу оказывались дома. Но после появления вируса с его системой, которую он окутал землю, люди, а точнее вы, души, живущие на земле, после выхода из тела не можете преодолеть границы тонкого мира и либо застреваете в нем, либо возвращаетесь на землю насильственным образом. Но обо всем по порядку. Такова общая ситуация. И я пока специально не вдаваюсь в подробности, так как не обладая истинными знаниями, тебе очень сложно поверить в эту историю. Спустимся на землю, как говорят у вас. И сейчас я дам информацию, которая касается непосредственно вашей жизни, вашего существования. Так как поверь, это теперь для вас гораздо важнее. Под словом вас я имею в виду всех населяющих землю и тебя, Алекс, в том числе. Начну с общего и основного. Начну с рассказа о том, как на самом деле все устроено и для чего. Действительность все не так, как на самом деле. И с этого момента прошу тебя быть крайне внимательным буквально к каждому сказанному мной слову. Охренеть! У меня аж мурашки по коже! Субтитры создавал DimaTorzok Большинство людей проживают свою жизнь идя указанной нами дорогой и боятся исследовать другие. Но время от времени встречаются такие, как вы, и сметают все преграды, что мы ставим на их пути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok